Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем тему пробуждения человечества. Что такое желание? Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к новой теме. И речь пойдет о вашем отношении к тому, что в материальном мире принято называть желанием. Это столь знакомое и, казалось бы, понятное вам слово на самом деле таит в себе множество подводных камней. И дело в том, что в трехмерном мире, где так много условностей и искусственно навязанных людям ценностей, большинство из вас не знает и не понимает, каковы ваши истинные желания. Вы принимаете за них все, что угодно, только не то, чего жаждет ваша собственная душа. Многие люди рождаются, живут и умирают, пребывая в иллюзии дуального мира на протяжении всей своей жизни, следуя традициям, моде, привычкам, обычаям, словам всему общепринятому, а значит, обезличенному и навязанному вам другими. На протяжении тысячелетий рептилоидами делалось все для того, чтобы загнать все желания человека в узкие рамки, ограничив их теми ценностями, которые позволяли им держать людей под контролем в полном повиновении. Они научились прекрасно пользоваться человеческими слабостями, искушая людей и заманивая их в ловушки богатства, власти, сладострастия, чревоугодия. Все эти прелести жизни становились пределом мечтаний большой части населения планеты, и многие шли на преступления против своей совести, чтобы получить желаемое. Люди не отдавали себе отчета в том, что на самом деле это было не их желание, что таким образом манипулировали их сознанием те, кто в отличие от них прекрасно знали, чего хотят. А главными желаниями рептилоидов всех мастей было порабощение людей, их сознания, их божественной душе, их способностей и их талантов. Но для того, чтобы все это исполнилось, рептилоидам необходимо было лишить людей истинных желаний их души, коими является свобода внутренняя и внешняя, раскрытие своего творческого потенциала, свобода выбора во всех своих проявлениях, жизнь в счастье и радости, а не в рабстве и повиновении. Так из века в век людям предлагались все новые и новые конфетки, обертки, которые становились все ярче и заманчивей. Постепенно программа погони за бесконечными материальными благами настолько прочно закрепилась в подсознании людей, что они стали искренне воспринимать их как свои собственные желания. А что же случилось с теми, кому не удавалось преуспеть в жизни, чьи желания так и оставались нереализованными? Эти люди считали себя неудачниками, и в них развивалось чувство неполноценности, отверженности, вины. Чем тоже вовсю пользовались рептилоиды, подогревая в них зависть, ревность, обиду. Они разделяли людей на бедных и богатых, счастливых и несчастных, здоровых и больных, умных и глупых, и властвовали в этом столь привычном для них дуальном мире. На этом мы остановимся сегодня. А в следующих своих посланиях я расскажу вам, как можно отличить собственное желание от навязанного вам извне. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему, что такое желание.